Уважаемые любители моих фотографических экспериментов, и читатели фотографических книг. Сегодня мы продолжаем наши опыты с фотокамерой Leica M.A. Она, конечно, очень хороша для портретной съемки, хотя не может сравниться для съемки ландшафтов, например, с Хасельбладом 907. Хотя мне они обе камеры нравятся в каких-то ситуациях, и она оказывается вполне достаточной. Сегодня мы познакомимся с этой камерой, в которую были заряжены две пленки. Эктар сотка – это цветная кинематографическая пленка, и Акфа фото АПХ, но уже 400 единиц. Это черно-белая пленка, это цветная. Итак, в чем была задача? Задача – посмотреть, как с этой камерой удается справляться со всякими красивостями. То есть, насколько вырабатывается зерно 400-й пленки при удачных, то есть благоприятных и менее удачных, неблагоприятных условиях освещения. Собственно говоря, на это было потрачено время. Ну вот, посмотрите, уважаемые зрители, на портрет, сделанный, так сказать, в классическом варианте, когда лицо светлее, чем задний фон и одежда. То есть, в этом случае 400-ка при таком небольшом разгоне изображения, в общем-то, работает так же примерно, как и Акфа фото 100 единиц, которую мы пробовали в предыдущем ролике. Имеется в виду вот эта пленка. Но, если мы сделаем задачу усложним, и попробуем, ну, например, взять, сделать на светлом фоне темное человеческое лицо, то, что очень несложно, у нас получится уже совсем другая картинка. Вот в этой ситуации зерно начинает работать так, как вам хочется. То есть, если вы запланировали, чтобы зернистое изображение прорабатывалось в кадре, то оно будет. Вот, посмотрите на кадр молодого мужчины и ребенка. Вот они как раз, их лица структурированы зерном. То есть, они такие, как бы вот, подчеркнуто фотографические. Но, тем не менее, они работают очень, зерно работает очень хорошо. То есть, пленка вполне интересна. Ну, при сбалансированном кадре, когда у нас и темное, и светлое находятся в близком балансе, то есть, киношный прием, с небольшим шагом, так сказать, разниц по яркости объекта, то получается классический такой портрет, который вот вы сейчас увидите. Ну, это мой автопортрет, поскольку модели подходящей не было, и я использовал самого себя. То есть, пленка явно работает очень неплохо, но при ее тестировании на предмет точности цветопередачи оказалось все не совсем так. Ну, вот, посмотрите, пожалуйста, на миру. Снятую, значит, на эту пленку, рядом помещена мира цветовая. Ну, из этого всего видно, что. Как и в пленке сотый, на акфифото чувствительностью 400, черный примерно равен по засветке красному и зеленому. Как видите, чуть-чуть зеленый приподнялся, то есть, чувствительность к нему повыше. Синий более засвечивает теперь уже пленку, чем фиолетовый, что тоже несколько иначе, чем у сотки. Ну, и желтый больше, чем голубой. При этом синий очень заметно увеличился, то есть, чувствительность к синему свету этой пленки больше, чем у Аква 100. То есть, таким образом, у нее есть свои тонкости и цветовые особенности. Ну, это видно, ну, например, на снимке, снятом в винном магазине, ну, в котором, кстати говоря, меня многие спрашивают, а как я нарушаю нравственность в этом смысле? Ну, нарушаю вот с помощью тех напитков, которые видны в кадре. Рекламировать не буду, и так все видно. Но при этом эта замечательная пленка обладает довольно крупным зерном. Посмотрите миру, снятую под микроскопом, на увеличении небольшом, то есть, порядка 35, и тут же увеличение примерно 600. При этом мира, естественно, занимает очень небольшую часть кадра. Ну, вот на ней видно, что зерно имеет не такие круглые, аккуратненькие гранулы, как сотка, а такие длинненькие, такие прогонистые иногда цепочки даже кристаллов уже проявленного серебра. То есть, она явно имеет несколько такую оригинальную конструкцию, имеется в виду эмульсионную, и существенно различается по спектральной чувствительности сотой пленки. Таким образом, это не просто повышение чувствительности эмульсии, что делают и делали раньше, а сам этим занимался, сенсибилизируя. А это повышение чувствительности избирательное, направленное на то, чтобы эта пленка работала совершенно иначе. То есть, таким образом, у нас с вами пленка довольно интересная, и работающая, как вы видите, особенно при снимке. Вот еще один снимок в винном магазине, в котором видно, как изменился контраст. До этого вы видели снимки с естественным светом, немножко, так сказать, подрегулированным. А здесь чистый линейчатый спектр люминесцентных ламп. Конечно, контраст радикально меняется. Эта пленка не для такого освещения. Ну, кроме этого, посмотрите еще портрет уже зрелого человека, в котором как раз эта пленка раскрывает свои лучшие качества. То есть, пластика лица передается самым замечательным способом. Лучше ничего не придумаешь. Если говорить о эктаре сотки, то это кинопленка. И вообще, выпускалась в свое время, ее даже не использовали лет 20 назад для фототехники. И обычно снимали просто кино на нее. То есть, это очень мягкая пленка, что следует, вот, посмотрите, из мира снятой. Очень мягкая передача, тона передачи. То есть, свет передается очень как бы так размыто, пастельно. Это очень важно для многих киношных характеристик, которые можно менять в процессе обработки или потом уже оцифровывания. Пленка очень хорошая. И если посмотреть на съемку в помещении при естественном свете, но тот кадр, который вы сейчас видите, то сразу становится понятно, что она сохраняет естественные тона и естественную яркость цветов. Это очень важно, потому что современные, как цифровые камеры, так и многие пленки дают гипертрофированную окраску. Тот же самый кодек, известно, как в 80-е, 70-е годы все снимали на кодеках и получались солнечными оранжевыми физиономиями. Это, ну, не совсем так, но зато платежеспособность тех, кто на нее снимал, она как бы взросла. Если снять ландшафт почти монохромный, на эту пленку, я имею в виду, на гектар, то он очень хорошо работает. Там практически нет уходов по цвету, действительно монохромный, слегка подрезанный по снегу ландшафт. Чуть не хуже он работает и при портретной съемке, очень точно передавая как фактуру, так и цвет лица. То есть пленка тоже вполне пригодная. Кстати говоря, если говорить о эмульсиях, эмульсия у нее такая же дырявая, как и у Акфы, а Акфафото 400 ничем не отличается по качеству полива эмульсии от Акфафото сотка. Почему? Потому что дырки сплошные, дефекты есть, веников, конечно, там не плавает, как в старой Тасме, но в эмульсии, конечно, загрязнена еще и примесями. То есть вот эти вот особенности, к сожалению, портят впечатление от ее характеристик, которые, в общем-то, блестящи для такой чувствительности. То есть, иначе говоря, если вам нужна действительно чувствительная пленка, и вы хотите поработать при слабом свете на открытой, диафрагме нужно соблюдать несколько простых правил, связанных с подчеркиванием структуры зерна. То есть, если хотите, чтобы зерно было не очень видно, делайте так, чтобы лица были светлее. То есть, светлее фона. Если хотите, наоборот, подчеркнуть, ну, старайтесь, чтобы люди выглядели загорелыми на светлом фоне, зерно тут же сработает, вылезет, как и ему положено. Не старайтесь работать с этой пленкой при смешанном свете. Это известные проблемы. Как я вам показал, линейчатый спектр от ламп накалива, люминесцентных ламп, обычных для магазинов, он портит эту пленку. И быстрее всего надо применять фильтр. Я думаю, что бледно-розовый. Ну, примерно полуторакратный. А так, что могу сказать, работать с лейкой, с этими пленками, очень приятно, очень удобно. Но, учитывая их низкое разрешение, что вы видели на мирах, вы можете использовать весь спектр отечественных объективов старых выпусков. Это и Таиры, и Юпитеры, и даже Гелиус, знаменитый Гелиус с начальной диафрагмой полтора, 85 миллиметров, Гелиус 40. Это вот одна из первых, одна из первых моделей, выпущена на заре разработки этой конструкции. Потом их было много модификаций, и последние были настолько хороши, что ими отказывались снимать, потому что картинки были слишком резкими. Здесь у меня стоят матрешки в том самом синем диапазоне, в котором лучше всего стала работать эта пленка. Я благодарю за присылку таких забавных вещей, потому что у меня нет особого желания демонстрировать некую особенность, этническую принадлежность, то есть русскость. А речь идет о том, что у нас есть культурные основания, культурные слои, которые дают нам те преимущества, которые мы не используем. Пользоваться ими нужно, помнить о них необходимо, как, например, там вот о том, что я пользуюсь такими вот безрукавками, сделанными в Суздале. Впрочем, как и чайник, из которого я сегодня наливаю себе чай, и юбкой куклы, которую я держу в руках, тоже сделано в Суздале. Кстати говоря, новогородская псалтырь, найденная не так давно знаменитая, содержит упоминания о Суздале, как о городе, который был уже в 999 году, уже существовал и активно развивался. Эти восковые пластинки, псалтырь, на котором было записано, кое-какая информация несколько раз затерла, проливает свет о наших культурных корнях, которым в ближайшее время, как только снег растает, можно будет прикоснуться вместе с фотоаппаратом, чего вам я и желаю. Я надеюсь, что следующие пленки позволят вам расшить, расширить ваши личные творческие возможности, немножко расколят глаза, что мир устроен немножко сложнее, чем кажется. на этом до свидания, до следующей встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин